Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэммус Мэн. Сегодня... Четвертая февраля. Четверг, да. Сегодня очень много дел сделал я по каналам, и мы... Я все это время ждала, когда быстрее Миша соберется, и мы поедем. Да, и ничего мы еще не делали по ремонту. В общем, чекайте на канале Жираф ТВ два видоса, обзор Sony RX и сравнение Canon и Sony. Там постарался все рассказать по-честному, все плюсы и минусы. Так что переходите, ссылки в описании. А сейчас едем в магазин... За плиткой, неужели? В Вау-центр, да, посмотрим, если есть там плитка, если нет, то куда-то дальше будем ехать, ехать, ехать и искать. Либо ждать пару дней. Да, ну... Ну, неизвестно, пару. Два, три, непонятно. Ну, вот, надо звонить и узнавать. Все, едем. Сегодня я звоню. Мы уже в Вау-центре, мы обломались. Здесь есть длинные вот такие, а нам нужно... Нам нужно вот. Вот, да, кстати, который вот нарисован. Вот, либо это, либо это, либо это. Короче, блин. Ну, давай пройдемся, все равно еще глянем. Черт его знает, а вдруг... Вдруг где-нибудь есть. Есть еще шанс найти такую плитку в Керамамарадсе, куда мы сейчас поедем. В Дубльгисе, где Керамамарадсе, да, написано, два сайта, керамамарадсе.ком и терракорп.ру. Это квадрат, где мы были. То есть, да, то, что из Ростова-на-Дону везут сюда. Да, короче, сейчас идем в блоки еще посмотрим, если есть, потому что нам нужно проем один заделывать. Короче, мы вам, наверное, мне кажется, вообще нас чертели уже с ремонтом. Нет, нам пишут в комментариях, где мы покупали унитаз. Да я? Да. Унитаз не покупали. Ну, покажем, когда будем собирать. Вернулись в Бабушкино, приехали в Керамамарадсе. Обломались. Это с квадратом одна сеть, не просто так, у них сайт еще один. Так что будем прозванивать и ждать походу. Ну, а теперь, ребята, мы уже после того, как поняли, что с плиткой и как дальше действовать, едем за Сибитом. Ну, или как там он называется? Да. За блоки, короче, эти. Жалко, что, блин, из-за этой плитки теперь все встало вообще. Да, тормозится. Ну, это буквально, я думаю, на следующей неделе нужно звонить. А лучше, наверное, завтра позвоним, узнаем. А потом в понедельник позвоним, узнаем. Ну, да, но это же из Москвы будут присылать, если будут присылать. Да, да, да. В каталоге же она есть, типа, она говорит. То есть, ну, значит, можно сделать заказ. Пойдем узнаем. Ну, пойдем. Ребят, короче, мы заказали плитку в Керамо Марацци. Ну, только неизвестно, сегодня, завтра будет, ну, скорее завтра. Просто, короче, здесь мы могли заказать, и нам позвонят, скажут, когда придет, что придет, и вообще по какой цене. А то, что мы были в квадрате, они нам просто дали телефон и сказали, сами узнавайте. Завайте, вот. Мы едем сейчас по красной. Молодежь вся просто в кофтах, в рубашках, даже в футболках были люди. Ну, есть и в пуховиках. Ну, есть. Это те же самые, кто в сентябре шубу одевает здесь. Да, вон тоже шубу. Короче, зелень, красота неописуемая. Молодежь сидит, вон, отдыхает. Здорово, здорово. Краснодарская молодежь нам нравится. Они такие интересные, интересные, по крайней мере, внешне. Ребят, мы нашли блоги, сейчас заедем. Это по ростовскому шоссе. Антоха нам посоветовал. Спасибо, Антохи, огромное. Всего что-то 55 рублей блок. Ну, это он так сейчас прикинул, что поштучно. Если бы еще больше, он бы дешевле. Я вчера, мы были в магазине, я видела за 56 рублей, я видела. Короче, сейчас заедем, будем загружать. Нам нужно 13 блоков, чтобы по району заделал. Так что у нас будет работа на ближайшие дни. У тебя! У меня, я же буду заделывать. Да, я буду электрикой заниматься, Алиса будет продолжать. Ну, блин, плитку все равно жалко, что нет. Так бы уже и плиточник наш работал. Все тормозится. Ну что, ребят, наша тыковка вообще заполнилась просто строительными материалами практически по полной. Еще эта инсталляция дома осталась. Да, мы вытащили инсталляцию. Дома, родители в смысле, да. Есть, во вкус. Ну что, завтра поедем, будем разгружать, инсталляция здесь влезет. Ладно, все, едем домой. Теперь у нас фильм «Госпожа Америка». Мы сегодня так подумали, что мы что-то подсели на фильмы. Вообще, каждый день, вы заметили, каждый день фильмы. Потому что пока родителей нет, мы можем на телеке посмотреть. И это круто, что можно на телеке что-то вообще посмотреть. Да и мало того, что телек, еще и удобный диван. Тут как ни крути, если бы ни диван, мы бы там не сидели. Хотя, как мы были против этого дивана изначально. Ну, он такой, как куча со стороны выглядит. А удобный вообще, да безумие. Я на нем работаю каждый день. Все, едем домой. Сейчас вот увидимся дома. Смотрите, раз, два, три. Та-дам! Вот мы и дома, ребята. Сейчас скидывать буду на флешку фильм. А Лизка приготовила просто вообще безумную штуку. Мороженое? Да. Просто мороженое. И дофига-дофига кедровых орешков. Да. Выглядит обалденно. На вкус вообще супер-мега-пупер. Я без орехов успел попробовать. Ну, блин, реально, мороженое мороженым, только молока тут нет. А кто сказал, что мороженое только с молоком может быть? Есть же лед. Да, есть же лед. Но лед, да. Мороженое это все, что мороженое. Все, что заморозили. Огурет заморозить, будет мороженое. О, да. Ну, если бы взять в Баларахи, то было бы он нам вкуснее. Рассказывай. Банан? Банан простой и три банана замороженные. Именно должно быть замороженное. Потому что мы делали уже не замороженное, но реально вкус немного другой. Да, было холодное, но так сложно. И бананы желательно, чтобы были прям такие, знаете, черные, уже прям переселые. Суперспелые, суперсладкие. Да, суперспелые, суперсладкие. И тогда, короче, дается такой вкус, как будто реально мороженое сливочное. Вот, ну, короче, вы смешиваете, добавляете там буквально 4-5 фиников. Здесь 4 финика. По вкусу уже. Да, и вот если вы добавите арахис, либо арахисовую пасту, это будет просто вообще, пожалуйста, у нас нет арахисов. Ребят, мы сели смотреть фильм «Госпожа Америка». Короче, фильм про Чувиху, которая приехала в Нью-Йорк, поступила в университет или колледж. И такая, что это как-то вообще пары скучные, все скучно. И вообще весь Нью-Йорк ей кажется скучным, пока она не знакомится с какой-то другой Чувихой, который ей говорит, эй, Чувиха, пойдем, Чувиха, я покажу тебе Чувишные места. Да, Нью-Йорка. И они идут, короче, Чувица по Нью-Йорку. Ну, вообще такой Чувашный Нью-Йорк получается у них вроде как. Посмотрим, посмотрим. Я не знала, о чем фильм Миша только что рассказал. Да, вот, посмотрим. Мы честно говорим, когда покупаем, и честно говорим, когда скачиваем. Так что с Рутрекера скачен. Кстати, сегодня по новостям сказали, что из-за того, что закрыл Сурутрекер, ну, его запретили теперь только через всяческие там штучечки можно. Например, FreeGate для Хрома есть расширение, и он спокойно. Есть отдельный браузер вообще-то. Да, есть Tor, который тоже все открывает. Так что всяческие эти запреты. Короче, типа на 30% снизился посещаемость с сайта. Расскажи давай про свой четвертый день, какие у тебя ощущения. Алис говорит, 4 дня уже на смузи, и все сыроедческое. Да, я 3 дня жила на смузи, сегодня завтрак был смузи, обед было мороженое из банана. И вечер был, типа, там... Короче, можно сказать, что салат наделал. Ну, салат, да. Такой жидкий салат получился. Да, да, да. Ощущения, да, если честно, ну, как бы очень много энергии, реально. Прям вот просто девать некуда. Можно, блин, делать все, что угодно, и ты вообще не устаешь. Тебе нужно с утра на велике, по полям. По поводу, что там какие-то вдруг ощущения, там, я не знаю, какие-то боли, вообще ничего нет, ты вообще ничего не чувствуешь. Все офигенно, ты чувствуешь легкость. Вот, и получается, еще четвертый день, да, на сыроедение. Завтра будет последний день, и потом еще... Сыроедение. Сыроедение, да. И будет еще пять дней, типа, один будет прием, он будет готовиться. То есть, остальное все будет сыроедение, и один прием пищи будет готовиться. Не знаю, в принципе, вообще, на смузи немного сложновато. Не то, что сложновато, психологически, наверное, сложновато. Потому что хочется что-то пожевать. Тупо, вот, знаете, почавкать. Челюсть свою открывать и позакрывать. Да, мышцы не работают. Да, да, есть вообще не хочется никак. А еще, когда я тут хожу и хрумкую всем подряд, да? Нет, в принципе, нормально. Нет, не парит? Нет. Я вот сейчас, например, ребят, сейчас вот, смотрите, Алиска будет смотреть в сухомятку, так сказать, в воздух только кушать. А у меня здесь что? Ну, миндальные латте, банан в лаваше с медом, ну и казинак. Прикиньте, я бы не выдержал, сидел бы и думал, блин, ну нафиг, я спать-то уж пойду. Не буду смотреть. Я чуть попозже манго съем. Хочу манго очень сильно. Забыла рассказать по поводу сна еще. Привет, мой аппетит. Вообще, получается, что мне теперь хватает где-то часов 6-7, чтобы выспаться. И это для меня странно, потому что у меня бессонница с 9 класса, и мне нужно, наверное, минимум просто 10 часов, ну нет, не минимум, это максимум 10 часов, минимум 9, наверное, часов, чтобы просто поспать, но выспаться нифига я не высыпаюсь. Вот, и как бы это тоже, в принципе, плюс, что ты меньше времени тратишь на сон и больше времени бодрствуешь. И вроде как ты высыпаешь, и ты нормально себя, офигенско, точнее, себя чувствуешь. Досмотрели только что фильм «Госпожа Америка», он такой специфический, он... Юмор такой какой-то. Да, диалоги, короче, как он там назывался, кино, какое-то независимое кино, вот. Поэтому оно такое, специфическое, оно действительно независимое, но совсем не похоже на вот эти популярные фильмы. Это художественный фильм, это типа арт-хауза, но только не арт-хауз. Короче, не очень советуем, но если вы хотите просто скородать вечеров, конечно, посмотрите. Завтра едем большой ремонт делать, закладывать проход. Всё, увидимся с вами завтра, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Не забудьте зайти на Жираф ТВ и посмотреть там два видосика. Я буду вам признателен. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok